Команда ЕСНТВ Ситуация достаточно сложная и наши люди могли бы, конечно, жители нашего города быть более аккуратными, потому что если на улицах все гуляют, 2 плюс 2 никто не соблюдает. Нагрузка изменилась, поскольку не секрет, что количество больничных листов выросло раз в 4, в 5 и даже больше, потому что люди приезжают, садятся на карантин и мы в основном общаемся с одной стороны по телефону, но по телефону это делать сложнее в какой-то морально-психологической нагрузке. Это такая, что ты не уверен в своем диагнозе по телефону. Но, во-первых, работодатели открытым текстом говорят, садитесь на больничные, садитесь на больничные, садитесь на больничные. У них сложности с работой, человек приезжает откуда-то на карантине и все берут больничные листы по телефону. Информации очень много. Куда обращаться и где можно получить консультацию? Ну, у своего семейного врача можно получить информацию, информацию можно получить по телефону 1220-1247. В основном эти, ну, также какие-то сайты, вот, пресс-конференции, там достаточно достоверная информация, которая 12 часов проводится по телефону, вот отсюда. Как по-вашему, что самое главное должен знать каждый человек о коронавирусе? Я думаю, сейчас все стали специалистами по коронавирусу, все стали эпидемиологами, все разбираются. Я не знаю, что я нового добавлю об этой информации. Это один из нескольких миллионов, а может даже миллиардов типов вирусов, которые у нас на планете. И наша планета принадлежит им, то есть мы здесь у них в гостях, потому что человек там появился 200 тысяч лет назад всего, а вирус существует там 4 миллиарда лет. Поэтому вирусы, они приспособились, они очень устойчивые, они в выживаемость очень большая. И, значит, коронавирус этот особо не отличается от других коронавирусов ни по смертности, скажем. Многие есть заболевания, у которых смертность выше ни по передаче, ни по распространенности, ни по скорости распространения или передаче какой-то. И поэтому страха никакого не должно быть у населения, потому что смертность от него очень невысокая. Те вот большие проценты смертности, которые идут из Италии, там чуть ли не 10%, это за счет того, что диагностируется в 10, в 10, в 100 раз меньше реальных случаев заражения и людей. Потому что просто нет такого количества тестов у людей, которые бы эти тесты обрабатывали. Поэтому нужно соблюдать самые простые правила. Во-первых, на улицу выходишь, соблюдать расстояние, дистанцию. Маски носить на улице пока, я считаю, не нужно. Это должны носить, если человек болеет, у него симптомы, и он вынужден выйти на улицу. Хотя лучше, конечно, находиться дома, вот ему лучше маску носить. Мыть руки, конечно, потому что передача не только воздушно-капельная, но и контактный метод. И соблюдать все рекомендации, которые нам дают медицинские работники-эпидемиологи в последнее время. В последнее время в интернете пишут о витаминах, пищевых добавках и других препаратах для укрепления иммунитета. Стоит ли им доверять? Иммунитет, он формируется у человека, во-первых, врожденный, формируется годами, десятилетиями. И вот сейчас его сформировать чем-то за 2-3 недели, ну, невозможно ничем. И витамины, они никому не вредны. Если человек пьет и считает, что иммунитет у него повышается, пускай он это делает, это психотерапия. Но реально, если честно, ничем нельзя за месяц, за несколько недель этот иммунитет как-то изменить. Тесты на коронавирус платные или бесплатные? Абсолютно бесплатные. И чтобы направить на тест, у меня это занимает буквально одну минуту, я по интернету делаю заказ, сообщаю телефонный номер человека, у которого этот тест нужно определить. С ним тут же созваниваются в течение короткого времени, договариваются. Если у него есть своя машина, есть кому его привезти, его везут чаще всего. Если нет такой возможности и состояние достаточно тяжелое, к нему приедут и возьмут на дому. Пожелания жителям города Сил-Ламе. Жители должны следить за собой, не терять оптимизма, быть в хорошем настроении, в добром и здравом расположении духа, но соблюдать все рекомендации, которые врачи предписывают. Следите за последними новостями на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok